Ганя Андреевна, что для вас муза? Образ или живой человек? Ответ. Без названия. Легконогая, легкокрылая, словно бабочка весела, И не страшная, и не милая, а такая же, как была. Когда я попросила Максима Дорофеева, а он мим, Как бы он прочел это стихотворение, вот вы не поверите, Все-таки профессия накладывает отпечаток. Знаете, что он сделал? Он говорит, ну я бы прочел, как? Ну, наверное, так. Легконогая, легкокрылая, словно бабочка весела, Мне понравилось. Второе стихотворение, ответ на этот же вопрос. Образ или живой человек? Как и жить мне с этой обузой? А еще называют музой. Говорят, ты с ней на лугу. Говорят, божественный лебедь Жестче, чем лихорадка, отреплет. И опять весь год. Нигугу. И такое крохотное предложение, в котором столько смысла. Муза заменила мне всех и все. Вопрос номер два. Вы осознавали, что вы гений? 59-й год, 13 января. Из-под каких развалин, говорю, Из-под какого я кричу обвала, Я снова все на свете раздарю, И этого мне снова будет мало. Я притворюсь беззвучной зимой, И вечной и навек захлопну двери, И все-таки узнает голос слева, И все-таки ему опять поверят. 59-й год. Маленькое стихотворение, которое может быть либо эпиграфом, К очень многому из того, что сделала Анна Андреевна, Либо эпитафией. Но в мире нет власти грозней и страшней, Чем вещее слово поэта. Вопрос номер три. У каждого своя правда. Какая ваша? В чем она для вас? Ну, вы знаете, уже по, как сказать, осмыслению всего, Мне кажется, что просто слова «правда» для Ахматовой маловато, Потому что это немножко плоскостное. А вот «правда», возведенная в художественный образ, Вот это вопрос к ней. 1912 год, Анне Андреевне 23 года. В чем же ее правда? Я научилась просто мудро жить, Смотреть на небо и молиться Богу, И долго перед вечером бродить, Чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи И никнет гроздь рябины желто-красной, Слагаю я веселые стихи О жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, Лежит мне ладонь пушистый кот, Мурлыкает умильней, И яркий загорается огонь На башенке озерной лесопильней. Лишь изредка прорезывает тишь Крик «Аристос, летевшего на крышу!» И если в дверь мою ты постучишь, Мне кажется, Я даже не услышу. Вот такая правда в 23.